здравствуйте долго думал как начать сегодняшний блог и начну вот так как он на самом деле начался в 10 часов утра я может быть пораньше без 15 10 высадил свою супругу рядом с ее работой и собирался заехав там еще в какое-то место ехать в толдоты ширу и по дороге вот в это вот место куда мне нужно было завернуть подобрал мальчика сына своих соседей и спросил у него скажи меня почему ты уже в городе ведь еще не кончился учебный год осталось еще несколько дней до 9 почему ты вернулся в город мне сказал разве ты не знаешь есть большая пара на процессе как что случилось внутри баре финки скончался кто был такой баре финки для нас прежде всего у нас в городе есть еще буквально нескольких сот метрах от моего дома есть еще его кто называется еще от мир брахфельд и основал рыбно санцве фингер за цель хорошей шивой там был рыбари фингер за цель про рыбари говорится такая вещь и не знаю никто сегодня это не упомянул но мне как-то это слышал что рыбари должен был быть хорошей шивой и в мире в иерусалиме и был он был великим мудрецом тора который был достоин стать рошей шивой но так получилось что зятем рошей шивы рабеньемина финклер и бенниша финклер был рыбно санцве сейчас очень долго объяснять всю их мишпахологию так сказать рыбно санцве он не тот финкель который из тех финкеля которые должны были быть он тоже про внук дедушки из слободки но не той ветви которые были расшивыми в мире а рыбари да из этой ветви но рыбно санцве стал зятем у рыбеньемина когда приехал учиться на санцве в принципе родился в чикаго и приехал в ешиву и там остался рыбари да был потомком тех финкеля которые в принципе могли бы быть расшивыми но равно санцве стал рошей вы как взять а рыбари не никогда в жизни не устраивал никаких споров никаких не оспаривал этого решения всегда говорили что великолепные человеческие качества рыбари это то что сделала духовную базу для роста ешивы мир то есть рыбно санцве с его желанием развить ешиву и уважение рыбари который умел быть при всем своем величии очень скромным человеком вот когда рыбно санцве открыл ешиву в брахфельде то он поставил там рошивой рыбари и рыбари и в брахфельде тоже давал место всем там сейчас рошива рыбно малон взять рыбно санцве так там тоже как бы не было никогда что рыбари занимал все то пространство в котором он находился он всегда давал место кому-то при всем своем величии говорят что это качество кодж богу всевышний в принципе он заполняет по идее все пространство но он дал он сделал как бы как будто бы сжал себя и дал возможность человеку тоже существовать ощущать собственное существование вот это вот качество великих людей с рыбари несмотря на все свое величие давал возможность всем намного более молодым людям показать себя преподавать и чувствовать себя с ним комфортно комфортно весь наш день пошел по-другому на 11.00 была назначена похоронная процессия среди всех выступлений перед началом похоронной процессии мне больше всего запомнилось выступление раби авраам и цико барзеля одного из преподавателей очень ярких преподавателей в ешиве мир в нашем городе он сказал так что может быть есть люди которые будут знать тору как рыбари может быть даже будут люди которые будут знать мусар этику иудаизму как рыбари но никогда не будет такого человека который будет такая улыбка как у рыбари я подумал что он имеет ввиду на в первый момент как так не тора не мусар улыбка и тогда он Он объяснил, говорит, что написано, что Иуда, лев, как бы лев Иуда, у него будет улыбка, которая будет обелять зубы больше, чем молоко. Так написано в Торе. Это благословление, которое получило колено Иуда, царское колено от нашего праотца Якова. То что имеется в виду? Они будут, их улыбка будет так влиять на другого человека больше, чем стакан молока. Так написано в Гемаре. Что имеется в виду? Ты Крафбарзель объяснил так, что когда ты даешь человеку молока или ребенку, оно строит кости, дает возможность человеку расти, теленку расти, человеку расти. То есть это такая как бы не просто жидкость, это что-то очень укрепляющее, усиляющее. Так вот улыбка человека, она может быть намного сильнее дать человеку push-up, да, start-up, дать человеку какие-то силы, заряд бодрости, заряд энергии, поддержать его. Улыбка другого может быть намного сильнее. Он говорит, кого? Чья улыбка она такая? Человека, который царь. Что имеется в виду царь? Человеку, у которого есть такая мощь, он работал над собой, он стал царем над собственными страстями, над собственными эмоциями. Стал как вот настоящий еврейский царь. И вот, говорит, у нашего ария, у нашего рыбария было это качество. За счет его великого, как бы, величия работы над собой, любая его улыбка, она давала человеку какие-то невероятные силы. И это действительно так. Я своим детям, когда мы в каждую субботу вечером молились в Ешиве, кто-то из детей говорит, пап, пойдем, хочется очень кушать, пойдем быстрее домой. Я говорю, не, не могу, надо пройти мимо рыбария и сказать ему «гут шаббас». И вот этот в последний шаббат, когда мы были, мы проходили мимо рыбария. Нет, в последний шаббат мы не были. Предпоследний шаббат мы были, когда в Ешиве, на этот шаббат последний, мы были в другом месте, в гостях. в период последнего шабада, когда мы были в Ишиве, прошли в Мерибаре, я помню эту улыбку от, что называется, да, огромную, широкую улыбку, о которой он говорил нам, Гучабас. Любому человеку, проходили у него сотни людей, и всем вот эта вот сердечная Гучабас, которая прям давала и бахурим, вы понимаете, ученики Ишивы, я никогда такого не видел, плакали, когда были траурные речи, плакали, буквально это слышно было в микрофонах, потому что я не смог пропасть в помещение, стоял на улице. Бахурим плакали, понимаете, а знаете, какие бахурим в мире? Они такие очень достойные такие ребята, они всегда как-то к себе относятся с уважением, и вот такие вот молодые, красавцы, вдруг такие слезы, да, почему? Потому что действительно вот его улыбка, его отношение к ним, его отеческая любовь, она просто давала вот эти силы, она была сильнее, она укрепляла больше, чем стакан молока. И вот этой вещи, вот этого вот человека, который одной своей улыбкой, одним своим словом сможет строить людей, вот этого, то, что Раф Барзли сказал, больше не будет. Но мы всегда говорим, что любое качество, любое качество, которое было у умершего человека в течение нескольких дней после смерти, именно 7 дней, мы можем его как бы взять себе. Все его качества, над которыми он работал, они как бы витают в воздухе. Мы только должны, так сказать, начать работать в этом направлении, тогда у нас есть особая помощь Всевышнего, чтобы мы их переняли к себе. Вот эта вот вещь, что одним словом, одной улыбкой, одним каким-то маленьким действием поддержать другого человека, мне кажется, это замечательная вещь, которой мы можем научиться у Рыбаря Финкеля. И тогда пусть это будет ради поднятия его души и ради нашего духовного развития. Большое спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова